Добрый вечер! Очередной выпуск программы «Спортклуб» мы начинаем из Тольятти. Но не с привычного хоккея, а с не менее популярного вида автоспорта. В минувшие выходные улицы города превратились в гигантский автодром. Здесь впервые в истории Самарской губернии прошли всероссийские шоссейные кольцевые гонки на Кубок Лады. Организаторы соревнований не стали придумывать новое название, а заимствовали старое. И теперь Кубок Лады разыгрывают в Тольятти не только хоккеисты и поклонники автокросса, но и гонок на шоссе. Прекрасно оборудованная кольцевая трасса пролегла по окраине автограда вдоль набережной Волги почти на 4 километра. Побороться за Кубок Лады и солидные призы в виде вазовских малолитражек съехали сильнейшие гонщики страны, представляющие ведущие автоклубы России. В том числе и известный шоумен Николай Фоменко, кандидат в мастера спорта в автогонках, но, увы, до основных соревнований его не допустили. В качестве почетных гостей на празднике автоспорта присутствовали губернатор области Константин Титов, вице-губернатор Владимир Мокрый, мэр Тольятти Сергей Жилкин и генеральный директор автоваза Алексей Николаев. Гонщики, или как еще их называют пилоты спортивных автомобилей, соревновались в трех классах машин. В туризме, он же класс 1600, группа А по международной классификации, на спортивных болидах Формула 1600, давно подзабытое зрелище союзных времен и класс Кубок Лады. О последнем подробнее расскажем чуть позже, а пока о том, как разворачивалась борьба на кольцевой трассе Тольятти-Ринг. Она обустроена таким образом, что вся борьба происходила на глазах десятков тысяч зрителей. Компактно, в одном месте и зрелищно. Такое можно было увидеть только на заре советского футбола или хоккея. Как раз в этом году, именно в это время, перед тем, как 100 лет будет автомобильному спорту России организовать, это в Тольятти именно, это третье место в России. Вы сам в душе гонщик? Нет, я любитель. Первыми на трассу гонок вышли представители класса «Туризм». Среди 16 пилотов вазовцы возлагали надежды на двух ведущих гонщиков – Бориса Маслова и Виталия Дудина. Именно они и задали тон. Пилотам на специальных кроссовых автомобилях предстояло пройти 20 кругов. На седьмом круге Маслов устанавливает первый рекорд трассы, преодолев 3,3 км за 1 минуту и 51 секунду со средней скоростью 106 км в час. Но Маслову, захватившему лидерство, снова не повезло. В последнее время его частенько подводит техника, и в этот раз один из главных претендентов на награды вынужден был сойти с дистанции. Вновь досадная поломка. А гонку возглавил Виталий Дудин, чемпион страны прошлого года по автокроссу. Он и финишировал первым, завоевав главный приз новенькие «Жигули» 8-й модели. Побеждать всегда престижно, вообще побеждать. Но дома, конечно, это несколько иное, более ответственно, чем где-то на выезде. Поэтому, конечно, дома престижнее. В классе гоночных болидов «Формула 1600» к сожалению, вазовские гонщики не смогли вмешаться в борьбу за главный приз. Этот вид автоспорта на ВАЗе не столь популярен, как гонки на серийных автомобилях. Так что восьмую модель «Лады» организаторы вручили одному из опытнейших гонщиков страны. Мастеру спорта международного класса Виктору Казанкову из Москвы, ставшему победителем в этом классе. А вот это семейство машин, выделив в особый класс «Супертуризм» или класс «Кубок Лады», придумали сами организаторы. Они подготовили 30 одинаковых спортивных автомобилей на базе серийных «Жигулей» 8-й модели. И любой гонщик, от начинающего автолюбителя до признанного мастера, мог принять участие в соревнованиях. Этим правом воспользовались ведущие мастера автоспорта, в том числе и единственная женщина-пилот из Санкт-Петербурга, Людмила Белолипская. Тем более, что на кону стоял главный приз. Вот эти прекрасные «Жигули» 10-й модели. Как показала гонка, в столь необычных соревнованиях могут быть любые сюрпризы. И сенсация состоялась. Первым на финише был Александр Львов из Санкт-Петербурга, опередивший тольяттинцев Виталия Дудина и Олега Лапшина. Командную победу одержали гонщики из города на Неве. Им вручен «Кубок Лады». А в перерыве между соревнованиями новую трассу самолично опробовал сам губернатор. Скажите откровенно, за кого сегодня болеете? Ну, я болею всегда за своих. Я считаю, что всегда, даже если какой бы не был спорт, ставить надо только на своих. Вот мы с Николаем сегодня говорили об этом, с президентом акционерного общества «АвтоВАЗ». Поставили на своих и наш первый. А не было сегодня вот такого желания сесть за рубль спортивной машины и попробовать себя, зная вашу слабость к автомобилям? Было такое желание, мне предложили, я сел и попробовал. Ну и как? Незабываемое впечатление, незабываемое. Конечно, понятно, машина легкая, понятно, мощный двигатель, быстрое переключение коробки переменной передач. И сознание того, что этот зверь, вот ты как бы с ним сливаешься, и когда входишь в поворот, нормально. Положение политика можно сравнить вот с гонщиком спортивного автомобиля? Положение политика значительно сложнее. Это уже не только гонки, это борьба на выживание. Что бы вы пожелали организаторам вот таких автомобильных праздников здесь, на нашей Самарской земле? Ну, я прежде всего хочу сказать, что Тольятти становится центром автомобильного спорта России, и я этому рад. И я бы хотел пожелать не упускать темп, не снижать темп, а развивать автомобильный спорт. Ну, и, конечно, нашим тольяттинцам, вазовцам крупных побед.